В этом году Березняковскому музыкальному училищу исполнилось 60 лет с момента его основания. За годы своей работы культурное учреждение выпустило тысячи музыкантов, вокалистов и актеров. Многие из них добились самых ярких высот и сейчас выступают не только на березняковских, но и на столичных сценах. Открылось Березняковское музыкальное училище 1 сентября 1961 года. Изначально оно располагалось в школе номер 23 и только через три года переехало в новенькое типовое общежитие на Льва Толстого. И кажется, именно это и помогло зданию сохраниться в хорошей форме, ведь с момента его постройки фасад, например, ни разу не менялся. Но в юбилейный год руководство музыкального училища решилось на существенные изменения. Вскоре здание этого храма музыки и актерского мастерства оживится и пойдет в ногу со временем вместе со своими студентами. Если бы внешнее, внешнее наше училище преобразилось, то я думаю, что люди бы пошли. Это как реклама какая-то, это и вообще в принципе все бы поменялось, я думаю, как внешне, так и внутренняя жизнь училища. Если это будет, это будет сказка, это будет море положительных эмоций, начиная со студентов и кончая, естественно, преподавателями. Потому что все весело, все в ярких красках, то, чего нам, может быть, и немножечко не хватает в нашей жизни. И вот они, долгожданные изменения. В декабре прошлого года наконец-то стали известны итоги конкурса на дизайн будущего фасада музучилища. Креативили и придумывали яркое творческое обличие учреждению 32 студента из Пермского художественного колледжа. В итоге в финал вышли три победителя. Все их работы возьмут за основу профессиональные дизайнеры и создадут уже реальный проект со всеми расчетами. Мы планируем к концу этого года, чтобы у нас был уже готовый дизайн проект с суммами для того, чтобы перед началом нового финансового года, 2002, мы могли заходить в Министерство культуры и просить выделения вот тех необходимых сумм для реализации проекта. Если финансирование удастся получить вовремя, то к ремонту фасады смогут приступить уже летом 2022 года. Но это вовсе не значит, что на ближайший год существенных перемен не будет. Сейчас уже готов дизайн проект будущего первого этажа и фойе. Его, кстати, разработали наши местные специалисты. На данный момент им осталось просчитать его реальную стоимость. Предварительно речь идет о сумме около двух миллионов рублей. И тут на осуществление задуманного также понадобится поддержка краевых властей. Надеемся, все задуманные изменения осуществятся вовремя. Кристина Придейна, Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости Верхниками.